Привет, мои дорогие! Сегодня завтрак будет очень быстрый и очень простой. Я готовлю сейчас кашу из отрубей. Мы уже с вами готовили 25 отрубей. Беру овсяных, 10 грамм пшеничных отрубей и 300 миллилитров или 300 грамм воды наливаю. Сахзам по желанию. Утром я иногда люблю сладенькую кашку и гималайскую соль. В конце я добавлю немножко кокосового молока. И вот мой завтрак готов. Кашу я сварила. Здесь у меня еще 30 грамм кокосового молока. Можно немного молока в кофе есть с утра пьете, до 50 грамм нормально будет все. Здесь у меня тарелочка просто овощей и тофу. Тофу пожарила на оливковом масле. Тут у меня еще кукуруза. Кукуруза у меня 50 килокалорий на 100 грамм. Обращайте внимание, есть кукуруза, которая даже 120. Берите 40 или 50. И здесь у меня огуречек и маслинки. Тофу у меня вот такой, мягкий. Здесь почти 18 грамм белка на 100 грамм. Это очень хорошо. И он называется шелковый. Покупается он в магазинах. Я в Азоне покупала. Это японского производства. Без ГМО очень хороший. Тофу. Не похож на классический. Он похож на белок яичный. В общем-то, я только оливковое масло и сольки малойской добавила. Больше ничего. Потому что это так тоже очень вкусно. И хорошо проходит все по белкам сразу. На десерт у меня сегодня варенье. Вчера вечером сварила пектиновое варенье клубничное. Оно всего 16 килокалорий на 100 грамм. И здесь клубника, вода и пектин. И сахарозаменитель эритритол. Вот и все. В принципе. Отличное варенье. 16 килокалорий. Его можно есть. Ну, в разумных пределах, конечно. Но, в принципе, вот сколько хотите. С чаем утренним или с кофе. Пожалуйста. Следующее, что сегодня будем готовить. Это я хочу приготовить суп. Суп будет с большим количеством овощей и нута. Можно вместо нута, если у вас его нет, брать красную чечевицу. Очень тоже вкусно. Фасоль можно брать. Не обязательно самим отваривать. Можно брать консервы. Тоже очень хорошо. Особенно фасоль. В томатном соусе можно взять белую просто фасоль. Или красную. Все будет хорошо. Набор овощей может быть тоже абсолютно любой. У меня это белокочанная капуста. 200 грамм. Здесь у меня сельдерей, морковь. Морковь буду только вот небольшой. Это одна морковка. Небольшой будет суп. Остальное просто потру. Салат сделаю. Здесь у меня небольшая половинка луковицы. Лука можно больше брать. Кто как любит. Любите много луков, целую луковицу берите. Здесь у меня репа. Репа будет исполнять у нас функцию картофеля. Я сейчас картофель не употребляю. Я заменила на репу. На канале уже есть пареная репа. Есть омлет я делала с репой. Очень вкусно все. И сегодня мы с вами будем готовить вместо картошки ее в суп. Так. Вот, кстати, репу. Я приготовила это для репы. Скипятила уже чайник. Сейчас порежу на кусочки. И залью кипятком. И пока буду все подготавливать. Минут 5 репа должна постоять в кипятке. Чтобы ушла горечь. Она не... Вернее резкость вот эта. Знаете еще как? Кто вот будет пробовать. Она... Видите, я ее срезаю очень так хорошо. До светлого такого вот. Она сверху немножко желтоватая. Вот это желтоватое надо все убирать. Потому что именно оно горчит. Это как в лимоне в апельсине. Да, вот эта вот корочка. Ну, не экономьте. Прям хорошенько до светлого срезайте. И никакой горечи и остроты не будет. Ну, какими кубиками. Прямо вот как картошку вы нарезаете. И заливаете кипятком. Что еще? Здесь у меня нут. Нут уже отварной у меня. Я его вчера достала из морозилки. И вот он прекрасно себя чувствует. Уже размороженный. Все отлично. Оливковое масло и соль. У нас еще специи будут. Но сначала мне нужно только вот это. И у меня еще здесь вот есть такая паста. Это карри паста. Тут очень много специй. Поэтому я вот подготовила только соль. Думаю, потом в конце попробую. Если что-то мне еще захочется, добавлю. Ну, вообще вот очень удобная вещь. Любое блюдо делается очень-очень вкусным. Хоть тушеные овощи, хоть супы. Прям замечательно. Если нет такой пасты, просто берете набор специй любимых. И еще рекомендую тогда добавлять томатную пасту. Вот так порезала кубиками. Белье поузлила кипятком. Пока это отставляем в сторону. Нам нужно сейчас будет подготовить овощи. Порезать. Берем масло и немножечко спассируем. Костюль. Прям в костюле сразу будем готовить. Не будем ничего лишнего пачкать. Значит, режем. Наливаем масло и пассируем овощи. Как только овощи у вас запахнут вкусные, сразу почувствуете. Все, пассировка закончена. Так, у меня здесь, видите, это репа. Которую у меня всю воду я слила, промыла. Чтобы никакой горечи не оставало. Здесь капуста. И я скипятила чайник. Сейчас будем заливать это водой. Воды наливайте, как вам нравится больше. Но советую погуще делать. Все-таки постные такие супы, они должны быть густые. Я немного посолила. Сейчас не надо много солить, потому что паста у меня соленая. Горох у меня, нут, тоже уже подсоленый. Подсоленой воде отваривала. Так что в конце еще будем досаливать. Сейчас у меня закипит. И я проварю 10 минут. Потом уже будем добавлять пасту или томатную пасту, или как у меня карри паста. Будем пробовать, специи какие-то добавлять. Нут добавим. Нут у нас готовый, отварной уже. Поэтому долго его готовить не надо. В общем, закипает 10 минут. И уже начинаем добавлять следующие ингредиенты. 10 минут у меня прошло. Берем нут или фасоль, или что там у вас. Красная чечевица. Красную чечевицу можно не отваривать предварительно. Ее лучше только замочить. Все бобовые лучше замачивать. Даже красную. Это намного полезнее. И усваивается она будет лучше. Все бобовые замачивайте обязательно. Даже можно добавлять немножко соды. Тогда у вас не будет вздутия, неприятности. У кого вот есть, да, замачивайте просто в соде. А потом хорошенько промывайте. Так, вот все я добавила. Сейчас сразу же добавлю еще пасту, размешаю. И буду уже пробовать. Может быть, немного воды добавлю. Воду добавлять не страшно. Только нужно уже горячую кипяченую воду добавлять. Буду пробовать. Может быть, зелень добавлю, посмотрю. Ну, тут уже на вкус нужно пробовать. После того, как вы добавите, ну, кто-то, как я, вот, пасту вот такую карри. Ну, это просто вот толченые специи, да. Кто-то томатную пасту добавит. Все равно размешиваем. Уже пробуем на соль, пробуем на специи, чтобы вам суп нравился. Суп у меня закипел, закрываю. И теперь уже готовите до готовности овощей. Попробуйте, чтобы они вам нравились. Так, вот я досолила. Только мне остального всего хватило, потому что паста карри, она, ну, она очень-очень такая концентрированная, пряная. Я, ну, где-то еще 10 минут поготовлю. И в конце только добавлю еще зелень. Все, больше ничего в этот суп не надо. Суп уже получился очень-очень вкусным. Все, суп готов. Я добавила только зелень. Вкуснейший суп получился. Очень-очень даже вкусный. Сама не ожидала. Видно, это еще вот паста дает такой вкус интересный. Немножко островатый, но такой пряный, вкусный. И достаточно должен он быть сытный, потому что он густой и тут достаточно нута. Рецепты и громовки под видео. Все смотрите и готовьте. Обязательно такой вкуснейший суп. Еще раз покажу, что бобовые могут быть здесь любые. Нут, красная чечевица, любая фасоль. А пасту можно заменить на томатную пасту, но плюс еще тогда вы добавляете какие-то специи. Очень хорошо сюда копченая паприка подойдет, какие-то сушеные травки. Можно тут же карри добавить, специю. Все будет очень-очень вкусно. И вот такой у меня сегодня очень вкусный обед получился. Просто прям слюнки у меня уже текут. Очень хочется покушать этого вкуснейшего супа. Мне прям очень зашел, очень понравился. На обед еще мы прибавляем фрукт какой-нибудь. У меня мандаринки. И можно добавить хлебцы. У меня вот два таких хлебца. Я вот такие покупаю. Всего 15 килокалорий одна штучка. Вот так что. Ну, можно любые абсолютно хлебцы, какие вам нравятся. Это очень хорошая замена хлеба. Или можно самим выпекать хлеб. Ну, тут уже сами смотрите. Мне кажется, проще купить хлебцы и кушать. Суп совершенно не калорийный. Так что накладывайте большую чашку, чтобы вы наелись. У меня получилось где-то 3 порции на 3 раза. Так что вот смотрите. Если на семью, то прям вот семью покормите этим супчиком. Если только для себя, то на 3 дня у вас есть вкуснейший обед. На ужин я приготовлю просто простой, наверное, салат. Возможно, добавлю тофу. Надеюсь, что сегодняшний день вам понравится. Вы обязательно приготовьте. Особенно вот этот вкуснейший супчик, очень сытный. И такой суп я рекомендую не только тем, кто постится. Но и кто не постится. Приготовьте суп. Не всегда надо есть мясные такие тяжелые достаточно супы. Такие вегетарианские супы, они очень полезны. Особенно сейчас весной надо есть побольше овощей. И бобовые, они сами по себе очень-очень тоже полезны. Всем приятного аппетита!